Здравствуйте! В эфире программа АПТАТ НСС. С вами Инкара Карашаева. И в ближайшие 30 минут расскажем вам о главных событиях уходящей недели. Состоялось участвование творческих личностей в рамках Дня работников культуры и искусства. Основная цель профессионального праздника – сохранение историко-культурного наследия, всестороннее развитие и поддержка людей из мира искусства. В Ак-Тюбе мы уже с 2010 года открыли свой центр цыганской диаспоры и развиваемся здесь отлично. Дают нам возможность, чтобы развиться выше и выше идти. Сегодня особенный день для актюбинцев. Ровно 154 года назад был основан город на Белом холме. Пусть дальше развивается наш город на плаву народа. В соревнованиях по четырем дисциплинам, проходящим в рамках шестых Паралимпийских игр Казахстана, участвуют свыше 500 атлетов. Данные игры покажут нам тот результат подготовки спортсменов, которые проводят наши регионы и в целом на каком этапе сейчас развития у нас паралимпийских спортсменов. Музыканты, художники, деятели театральных подмостков, творческие личности, сотрудники библиотек и музеев. Вот далеко не полный перечень людей, которые активно задействованы в развитии сферы культуры. Они играют важнейшую роль в сохранении культурно-исторических ценностей и в целом общем культурном развитии граждан. В 2013 году, согласно указу главы государства, у творческих личностей появился свой профессиональный праздник. Изначально он отмечался с 1998 года, в последнее воскресенье сентября. Однако, 10 лет назад получил фиксированную дату, а именно теперь ежегодно, 21 мая в Казахстане, отмечается День работников культуры и искусства. Октюбинская область вносила и продолжает вносить весомый вклад в развитие сферы культуры нашей страны. Регион богат выдающимися личностями и богатейшим историко-культурным наследием. И в профессиональный праздник работников отрасли состоялось чествование лучших в своем деле. Награды различной величины получили порядка 80 человек, чей ежедневный труд связан с творчеством. В мероприятии принял участие Акимобласть и Раутукжанов, который поздравил виновников торжества и рассказал о планах развития сферы культуры в регионе. В Октюбе деятели культуры и искусства стоят на особом пьедестале почета. У нас развиты все сферы творческой деятельности. Музыканты и театралы выступают на международных сценах, вокалисты в числе мировых звезд. А работники библиотек, музеев и архивов работают по самым передовым научным технологиям. Обращаясь к виновникам торжества, Акимобласть отметил, что тяга к искусству казахского народа насчитывает тысячелетия. Президент отметил, что одним из механизмов перехода на новый этап социальной модернизации является поддержка работников культуры. Духовное развитие и зрелость страны сопряжены с бурным развитием культуры и искусства. В нашем регионе развитие данной сферы ускоряется с каждым днем. Одним из проблемных вопросов, поднимавшихся много лет, было строительство нового казахского драматического театра. В этом году он будет снят с повестки дня. На улице Букинбай-Батыра в Ак-Тубе будет построено новое трехсекционное здание для театра планетария библиотеки. Также планируется разбить аллею Рух, посвященную деятелям культуры. Я уверен, что она станет местом притяжения творческих людей. Также глава региона сообщил, что в ближайших планах властей строительство дома культуры в Храм Тау, капитальный ремонт Тимирского дома культуры и девяти сельских клубов. Поздравительную речь о Кимобласти продолжил участвование. В честь профессионального праздника порядка 80 работников сферы были награждены нагрудными знаками ветеран труда и отличник сферы культуры Казахстана. Почетными грамотами руководителя области. Я поздравляю своих коллег с праздниками и наградами. В сфере культуры тружусь на протяжении 40 лет. Работаю директором дома культуры села Бугитца и Храм Тауского района. Сегодня получил высшую награду. Теперь и отличник культуры. Намерены дальше развивать искусство в Храм Тауском районе. В Ак-Тубе проводится большая работа по развитию креативной молодежи. С этой целью в областной юношеской библиотеке имени Сагижи Ембаева проводится капитальный ремонт. Там откроют креативный центр Art and Science со студией звукозаписи, IT-резиденции, контент-румом для монтажа фото и видео, мастерскими дизайнеров и художников. К слову, много лет привлечением молодежи к искусству занимается Дом народного творчества. В сфере культуры я тружусь на протяжении 40 лет, а в Доме народного творчества работаю уже 30 лет. Наше учреждение играет огромную роль в выявлении молодых талантов. У нас есть уникальные кружки, которых больше нигде не найти. Например, секция «Жерши». Мы организуем большие областные фестивали, привлекаем сельчан к участию. К искусству привлекаем как малышей, так и стариков. Ведь культура должна быть во всех нас. На мероприятие пригласили и творческие коллективы этноцентров Дома дружбы. Порядка 15 человек насчитывает цыганский ансамбль «Дэш». Его артисты выступают с песнями и танцами на всех мероприятиях, проводимых в областном центре. В октябре мы уже с 2010 года открыли свой центр цыганской диаспоры. И развиваемся здесь отлично. Дают нам возможность, чтобы развиться выше и выше идти. У нас каждый раз взлетели полный зал. Мы недавно делали день всемирных цыган. У нас 8 апреля мы 7-го справили. Мы провели огромный концерт большой. Но в нашем концерте, не только в моем ансамбле, у нас руководит не только цыгане. Но и все есть национальности. Можно всех найти. Мы всех обучаем. Кто к нам просится, мы всех обучаем. В свой профессиональный праздник награды получили и театралы. В их числе артистка театра «Кукол Алакай» Гаухару Раубай. В театре «Кукол Алакай» я работаю на протяжении 20 лет. Наши постановки любят маленькие зрители не только Казахстана. Много лет со спектаклями мы выезжаем на международные фестивали. Я очень горжусь театром. В эту сферу пришла неспроста. Я с детства была артистичной. Есть свои сложности, мы много репетируем, чтобы передать детям важные жизненные навыки через сказочных персонажей. Торжество в честь Дня работников культуры завершилось концертом. Отметим, в регионе насчитывается порядка 480 учреждений культуры, в которых трудится более 3000 работников. У нас есть 236 библиотек, 197 клубов, 19 музеев, один планетарий, два театра и флормония. Инкара Карошаев, Азмут Сауханов, Руслан Ельтаев, Абтатенаса. Приближается завершение очередного учебного года. Школьники активно готовятся к сдаче итоговых экзаменов. Идет полным ходом работа по проведению выпускных мероприятий, а также организации летнего отдыха, который стартует с 1 июня. Он совпадает с Днем защиты детей, приходящийся на первый день лета. Один из самых старых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950 года. В этом году летним отдыхом намерено обеспечить 98% школьников. Это 155 тысяч детей. Также из местного бюджета планируется выделить 400 миллионов тенге для организации досуга ребят из малобеспечных семей. Приближение школьных каникул заставляет многих педагогов задуматься о том, как организовать детский отдых, чтобы проведенное время было интересным и запоминающимся. С другой стороны, важно так организовать работу летнего лагеря, чтобы соблюсти требования безопасности и создать условия для развития и отдых. О том, как именно меры принимаются в данном направлении, в материале Динара Абдуалиевы. 394 миллиона тенге выделили на путевки детям из уязвимых семей. В эту категорию входит 16 тысяч школьников. В течение 12 дней они проведут незабываемый отдых в лагерях области совершенно бесплатно. У нас насчитывается 10 пригородных лагерей, и только два из них являются государственными. Это Куншуак и Достах. В первом до настоящего времени отдыхали лишь дети-инвалиды. В этот сезон решено обеспечить здесь каникулярный досуг и детей из уязвимых семей. Лагерь Достах несколько лет был закрыт на ремонт. В этом году его открываем. Три новых корпуса примут детей. Еще 6 тысяч детей получат путевки за счет средств крупных предприятий области. Еще 300 одаренных детей поедут в республиканские лагеря Балдаурен и Бубек. Также порядка полутора тысяч лучших школьников из сел отдохнут за счет фонда «Казахстан-Халхна» в лагере «Чайка». Также будут открыты 360 пришкольных лагерей и игровых площадок. В порядка 50 учреждениях дополнительного образования откроют зоны летнего досуга школьников. Одним из актуальных вопросов является квалификация работников лагерей. В этой связи областным научно-практическим центром была проведена конференция, на которую пригласили педагогов республиканского лагеря «Балдаурен». У обученных ими специалистов все вожатые педагоги актюбинских центров летнего отдыха пройдут обучение о работе с детьми, обеспечению безопасности, предотвращению буллинга, организации интересного и познавательного досуга школьников. В середине июня запустят проект «Талант-тур» для сельских школьников. Для ребят устроят бесплатный досуг в достопримечательностях города Актуби, а также исторических и духовных объектах области. К слову, 12 дней отдыха детей в пригородных лагерях обойдется родителям в сумму от 50 до 85 тысяч тенге. В пришкольных лагерях оплачивается лишь питание. А чтобы время провождения детей в летнем лагере было интенсивным и запоминающимся, важно так организовать работу летнего лагеря, чтобы соблюсти требования безопасности и создать условия для развития отдыха детей. Обмен лучшими практиками, эффективных методик и приемов организации летнего отдыха детей в пришкольных, палаточных и оздоровительных лагерях. По этим направлениям проходил двудневный семинар-практикум «ЖАЗ-Бала-Фест». Для педагогов нашей области, на которые съехались воспитатели, вожатые, руководители лагерей, всего участия приняли 150 человек. В рамках семинара работало и работает сейчас, вот мы сегодня второй день, пять площадок. На каждой площадке у нас опытные педагоги и организаторы. Свой опыт работы показывает городской дворец школьников, городская станция юных туристов. Я думаю, что каждый участник возьмет для себя те методы, формы, что-то полезное, которые потом применят при организации летнего отдыха. Опытом работы в организации детского отдыха поделились также педагоги-организаторы Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен». Каждому участнику семинара были предложены формы работы, которые будут способствовать творческой самореализации. Особое внимание было уделено повышению познавательных способностей ребенка. В нашем центре дети забывают о телефонах, это 100%, я могу сказать, потому что у нас в центре мы делим детей на отряды. В каждом отряде есть педагог-организаторы, это вожатые по-другому. И мы на одной волне с детьми играем, веселимся. Вот так вот мы проводим хорошие, веселые моменты с детьми. Сегодня мы поделились с тем, как надо организовать свободное время детей. Получается много свободных времени, дети в телефонах сидят и так далее. Но в это время мы можем поиграть с детьми, как надо правильные игры проводить. Обучение проходило в свободном игровом формате. Каждый из участников увез с собой огромный багаж необходимых знаний. Мы часто каждый год у нас в школе проходит лагерь, площадка пришкольного лагеря. Я там участвую как психолог. Поэтому сегодняшний семинар, который организовали на два дня, охота сказать, конечно, прошел он плодотворно, насыщенно. Хочу сказать большое спасибо организаторам, коллегам, которые с нами проработали все формы, методы, как проводить отдых в лагере. Да, очень много нового мы узнали, как можно провести на улице еще игры, которые дети не знают. И мы как бы немножко не знали, мы их узнали. Теперь я постараюсь тоже своим педагогам и детям донести новые наши вот эти методы. Помимо игр и методических пособий для педагогов, департаментом ПЧС был проведен практический курс по безопасности детей во время работы летнего лагеря. Ведь безопасность наших чад превыше всего. Также необходимо помнить, что День защиты детей – это не только веселый праздник, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. Чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. Ведь в настоящее время по всему миру дети часто становятся жертвами агрессивного поведения взрослых, подвергаются разным опасностям. Это и пагубное влияние социальных сетей, и агрессивных компьютерных игр. Так что, если вы стали свидетелем нарушения прав детей, вы можете обратиться в областной департамент по обеспечению качества в сфере образования по телефону 41-44-58. Либо через социальные сети на страницах департамента, через час в телеграмм Балахургау. Ни один звонок и сообщения не останутся без внимания. Динара Абдуалеева, Ингара Карашаева, Жасан Жалбаков, Самат Каликенов, Азамат Сауханов, Душан Жасулан, Абтат Анасе. Сегодня для жителей Ак-Тубе, да и всего региона, особенный день. Ровно 154 года назад был основан город на Белом холме. В этот праздничный день творческая группа телеканала Ак-Тубе поздравляет всех жителей и гостей областного центра с праздником. Желаем всем мирного неба над головой, семейного благополучия, а вечно молодому городу на Белом холме дальнейшего развития и процветания. История областного центра берет свое начало в мае далекого 1869 года. За более чем полувековую историю Ак-Тубе прошел немалый путь развития. От мелкого воинского укрепления до одного из крупнейших и промышленно развитых областных центров Западного Казахстана. За последние годы в городе построено множество новых социальных, промышленных, культурных объектов. Ак-Тубе успешно развивается в самых различных направлениях, улучшается качество жизни людей. Это не просто слова, о чем свидетельствует мнение простых актюбинцев. Также в нашем следующем материале мы подробнее остановимся на реальных фактах становления и развития любимого города. Многим актюбинцам известен день рождения города. Это 28 мая 1869 года. Однако есть очень много неизвестных и интересных фактов. К примеру, 14 мая того же года военный отряд во главе с полковником Боргом прибыл в Актюбинское ущелье. И через пять дней произвел несколько выстрелов из артиллерии и объявил о закладке крепости с разрешением Болюзека, военного губернатора Тургайской области. Вначале населенный пункт называли Актюбинск. Однако 11 марта 1999 года указом первого президента транскрипции название города была изменена на Актюбе. Ну а смысл этого названия понятен многим. Оно переводится с казахского как «Белый холм». Сейчас имеются лишь два объекта, которые были построены в самом начале существования города. Первая школа открылась в 1884 году и называлась Двуклассное русско-киргизское училище, в котором обучалось 50 мальчиков. Сейчас в здании располагается кожно-венерологический диспансер. 11 лет спустя, в 1895 году, по инициативе Ибраил Тансарина, было открыто женское училище для казахских девушек. Ныне здесь находится ресторан. История Актюбинска более подробно описана в двухтомнике Федора и Юрия Тарасенко «Город. Годы. Люди. Жизнь». Из книг мы узнаем, что за два года население в укреплении Актюбе заметно разрастается. Насчитывалось 28 семей или 409 человек. А к началу 1890 года здесь проживали уже более 2000 человек. Первые частные дома построены в татарской слободке, где проживали богатые купцы-татары. А в этом году исполняется 154 года со дня основания города. Старейшина отмечает, что по сравнению с прошлым, сейчас в городе жить гораздо комфортнее. За 40 лет сильно перестроился город. Здесь новые места, где должны люди отдохнуть. Много. Все перечислять, конечно, невозможно. Так что пусть дальше развивается наш город на благо народа. Народ. Если чем краще, тем лучше могут жить народ. Местный народ. Так что поздравляю с днем города Актюбинска. Шасан Желубаков, Женадиль Сагиев, Аптат Анасе. Хочу представить гостя нашей программы. Это известный краевед каждому жителю нашего Актюбея Роза Баяна Балдыгарина. Здравствуйте, Роза Баяна. Добро пожаловать в нашу студию. Для вас сегодня тоже праздник. Во-первых, потому что история Актюбея тесно переплетается с вашей жизнью. Во-вторых, потому что многие актюбинцы знают историю нашего родного края по вашим экскурсиям, по вашим урокам краеведения. Роза Баяна, расскажите, где она, та самая точка, где началась история Актюбея? Во-первых, спасибо большое за комплимент. Здравствуйте, дорогие мои актюбинцы, зрители. Спасибо большое за комплимент. И вот мы как раз и стоим совсем-совсем почти на той точке, где было заложено военное укрепление Актюбея. А вообще точка Актюбея – это как раз возле этого холма. Возле этого холма и, конечно, начало это по берегу Каргала и Лек Сазды. Потому что две с половиной тысячи лет назад люди облюбовали эти земли за то, что там уникальная вода Каргала, например, хотя холодная, почти минеральная. А теплая вода Елик, к которому прибегали сайгаки, и настолько плодородная, что и сегодня главный хлеб растет. Все виды нашего хлеба, то есть зерновые, во-первых. А во-вторых, все овощи и фрукты. Вы знаете, что у нас в городе Актюбе, в самом городе, прямо запыленном городе, я знаю, например, один адрес одной семьи. Там у них во дворе растет абрикос. Ну, а на дачах винограда полно-полно. Розбаянна, город разрастается, вы и сами свидетели этого. Но старая часть и же городок как-то все-таки сохранили свою первозданность. Расскажите, где нам еще нужно успеть сделать памятные фото и в чем уникальность этих районов? Очень хороший вопрос. Больной немного вопрос для меня. Потому что, действительно, если успеем снять, еще есть много вещей, которые надо успеть снять. Во-первых, старый город. Во-первых, старый город. Никак у нас не получается заснять старый элеватор, самый первый элеватор, который от вокзала. Вот есть мост перед вокзалом на ту сторону, на Москву. И если на тот мост встать, то видно сторону этого большого старого первого элеватора. Его начали строить где-то в 1910-х годах. Но закончили, видимо, к 1924 году. Потому что там, на той стороне, цифра 1924 и стены сделаны в виде спускающихся флага. К сожалению, в свое время я не смогла заснять это, потому что с моста было далеко для нашей техники. А подойти туда нам не разрешили новые хозяева. Ну, и говоря о старом городе, конечно, к моей великой радости, внешний вид сохранился в том же почти первозданном виде. Школа Элт-Нсарина, первое двухкрасно-русско-юргейское училище. Внешний вид почти сохранился. Первое женское училище, как говорили, школа для девочек. Теперь Шехерезада. Внешний вид, почти внешний вид, весь, его не сломать, сохранился. У первого большого дома культуры и кинематографа, то есть железнодорожный клуб, внешний вид. Но очень обидно, что в железнодорожном клубе провели внутри большую реорганизацию и убрали оттуда лоджии, балконы и так далее. А внешний вид этих зданий, к моей великой радости, сохранился. И сохранились еще домики по железной дороге возле вокзала, от багажного отделения вокзала сюда, в сторону города. Домики специально для железнодорожников, но это было больше для начальствующего состава, который из камня. И внутри эти домики, дома, они были сделаны, ну, амфиладой. Комнаты были амфиладой. Как говорили простые люди, как паровоз идешь. Вот эти здания сохранились, например. Сохранилось совсем, ну, не испортилось почти. Конечно, прекрасно сохранилось здание первого четырехклассного училища. Это, значит, 9 лет учебы. Ну, бывший дом пионеров, сейчас он называется, кажется, юношеского творчества или что-то такое. В общем, угол Алтонсарина и Жанго Жабатыра возле Пушки, как мы говорим. К моей великой радости, внешний вид этих зданий сохранился. Русь Баяна, что скажете насчет модернизации, которая была проведена в прошлом году в Жугородке? Все дома подсветили. Цвета, цветовая гамма, она сохранилась ли, по вашему мнению? Ну, знаете, в большинстве все-таки сохранилась. В большинстве сохранилась. И что особенно радует, вот дети, если туда приходят случайно и интересуются любопытные дети, то там в этих зданиях вот эти вот амфилады, вот эти балкончики. Это так оригинально. Но, к сожалению, конечно, связано и с бюджетом, но, тем не менее, не все здания смогли привести в такое вот хорошее состояние. Но большинство. И, конечно, очень радует клуб металлургов, как говорится. Ну, он был построен позже, но, тем не менее. Русь Баяна, архитектура старых, именно жилых постройок, она действительно удивляет. Вы только что сказали о вот этих лоджиях, да, красивых. Такое чувство, что даже как в Париже, да? Кто тогда строил наш город? Кто был архитектором? У кого были такие уникальные, интересные идеи? Вы знаете, я сейчас по памяти не смогу назвать архитекторов. Это у меня в тетради записано. Особенно 1890-1910-14 годы. Но, по-любому, это были действительно люди, которые хотели передать своё тепло и веру в будущее. Что это останется, что здесь будут люди жить и радоваться. Вот у меня ощущение такое от всех этих зданий, что они хотели доставлять радость. Русь Баяна, вы и сами человек, история, поэтому очень интересно с вами беседовать. Но, к сожалению, эфирное время, выданное на нашу беседу, уже завершилось. Поэтому спасибо вам большое. Ещё раз с праздником, с Днём Октыве. Поздравляю всех. Любите свой город, ради Бога. Не сорите. И смотрите внимательно по сторонам на все здания. А может, там что-то написано. Вот, например, в парке Пушкина на деревьях кто-то вывезло табличку 1880. Это тогда был заложен основа парка, который в 1937 году стали называть парком имени Пушкина. Спасибо вам большое за эти уникальные воспоминания. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш выпуск. Десять видов спорта свыше тысячи спортсменов. В нашей стране проходят шестые летние паралимпийские игры. Хозяевами масштабных баталий среди людей с ограниченными возможностями на этот раз стали сразу три города Казахстана. Это Астана, Алматы, также центром паралимпийского спорта Казахстана в конце мая стал октябрь. Своё мастерство на соревнованиях показывают представители 20 регионов страны. Атлеты демонстрируют не только высокое спортивное мастерство, но и несгибаемую волю и характер. Таким образом, пара спортсмены являются настоящим примером для подражания. На спортивных объектах Ак-Тубе в четырёх дисциплинах участвуют свыше 500 атлетов. Своё мастерство демонстрируют спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением органов зрения. Благо, для этих целей в областном центре имеется вся необходимая инфраструктура. Так, настольный теннис прошёл в современном теннисном центре, параплавание в центре по водным видам спорта Достык, дзюдо в центре подготовки Олимпийского резерва. А волейбол сидя принимает дворец единоборств Жик-Пи-Жек. На церемонии открытия октябрьского этапа игр побывала наша съёмочная группа. Шестые летние Паралимпийские игры Казахстана стартовали 11 мая в Алматы. Масштабные соревнования собрали более тысячи спортсменов с особыми потребностями из 20 регионов страны. Ахтюбе принял состязание по четырём видам спорта – волейболу сидя, пардзюдо, настольному теннису и плаванию. Всего завершающий этап игр собрал 400 участников. Я в Ахтюбе в первый раз в жизни. Мне очень понравился город. Я прогулялся. Мне понравился климат. Зал очень хороший. Столы отличные. Всё понравилось. Теннисом настольным я занимаюсь около трёх лет. Участвовал я на молодёжных чемпионатах Республики Казахстан, а также на городских и всевозможных областных игр. Это самый крупный турнир, в которых я участвовал. Я готовился по 4 часа в день со своими тренерами, а также индивидуально сам анализируя свою игру. От Ахтюбинской области в соревнованиях принимает участие 70 спортсменов. На первом этапе, прошедшем в городе Алматы, актюбинские паралимпийцы показали отличные результаты, заняв первое место по лёгкой атлетике. Хочу с гордостью заявить, что наша команда по лёгкой атлетике завоевала общекомандное первое место. Мы привезли кубок в Ахтюбе. Это был замечательный старт шестых паралимпийских игр Республики Казахстан. Общекомандное мы привезли 16 золотых медалей, 7 серебряных и 1 бронзовую. В этом году очень была жёсткая классификация спортсменов. То есть международные классификаторы принимали участие. Наши спортсмены готовились очень долго. Мы принимаем участие уже не первый год, не первая паралимпиада для нас. Поэтому мы готовились не только каждый спортсмен отдельно, но и как команда. Среди почётных гостей Акима Ктюбинской области. Яралы Тукжанов поприветствовал участников состязаний, пожелал всем удачи и отметил важность поддержки спортсменов-паралимпийцев и создания условий для их тренировок. Глава государства Касабжу Мартукаев на встрече с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана отметил, что все наши граждане должны иметь равные возможности для занятия спортом. Государство обязано создавать благоприятные условия для людей с ограниченными возможностями. Сегодня в нашей области созданы все условия для развития массового спорта, пропаганды здорового образа жизни. Особое внимание уделяется тому, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями занимались спортом и активно участвовали в общественной жизни. Мы готовы дальше развивать паралимпийские и сурдолимпийские виды спорта в регионе и оказывать максимальную поддержку спортсменам в достижении новых высот. К слову, на сегодня в Казахстане проживает около 700 тысяч человек с ограниченными возможностями, из которых более 51 тысячи занимаются спортом. По словам специалистов, интерес к спорту каждый год только растет. Если в предыдущих играх было 7 видов спорта, то сейчас уже 10 видов спорта. То есть у нас впервые в этом году прошли соревнования в программах паралимпийских игр. Это футбол и голбол. Поэтому это говорит о том, что в целом я считаю, что данные виды спорта развиваются. Данные игры покажут нам тот результат подготовки спортсменов, которые проводят наши регионы и в целом на каком этапе сейчас развития у нас паралимпийский спорт. Я имею в виду в плане достижений спортивных. Для проведения игр будут задействованы центр подготовки Олимпийского резерва, где будет проходить парадзюдо. Плавание будет проходить в бассейне Досток, настольный теннис в центре настольного тенниса. Команды по пароволейболу сидя будут выступать во дворце Жик-Пи-Жик. Отметим, официальное закрытие шестых летних паралимпийских игр состоится 30 мая. К слову, соревнования станут отборочным этапом для формирования национальной сборной. Анастасия Евсеева, Бахаджан Едигеев, Аптат НСЭ. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Очередной выпуск программы Аптат НСЭ смотрите в следующее воскресенье. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok